алоха сегодня я хочу проверить на прочность вот эти вот два говна первое говно это корпус от колонки эленберг с внедренным фазоинвертором от свем который сюда не подошел ему пизда вот эта стенка была в общем когда-то я нашел вот эту вот одну колонку она лежала лежала и и не покупали не покупали мне это надоело мне как раз таки вот этот вот клеммник с нее понадобился и он и стал началом ее конца остались динамики они исправны и динамики и гриль они продаются это первое второе вот такая вот колонка это что-то из семидесятых советская тут есть значок завода-изготовителя эта колонка полностью комплектная у нее фанерная стенка внутри стоит 5 г дыша вернее 3 gd 38 колонка это не хочет фокусироваться 3 as 509 и я-то понадеялся что она рабочая она молчит плюс 1 плюс пара таких колонок стоит 600 рублей так что ее вообще не было никакого смысла нести и есть вот такой вот незрачное место на котором посмотрим кто первым развалится а кто не развалится мдф против фанеры китай против совка 2000-е конец наверное или середина семидесятых итак первый стартует эленберг разлетелось с первого удара поскольку мы не свиньи то вот это все мы за собой заберем точнее я аниме кто мы блять я один здесь давайте я даже сразу сделаю паузу и отнесу это на помойку быстренько забыл кстати уточнить что данная колонка эленберг по сути является собратом колонок акира тыловых задние которые задние и этот эленберг как раз таки был из комплекта 5.0 а может и 5.1 и раздолбал я его именно из-за его некомплектности плюс плохого состояния плюс уже дербана и кстати в этой колонке низкочастотный динамик точно такой же как в акирах один в один так ну и настала очередь советской колонки разлетится ли она нет не разлетелась то есть 10 пользу совка но поскольку это все-таки хлам то ее надо добить разлетелось и по все той же схеме собираем обломки кстати вот он динамик он даже целый но молчит даже провода не оторвались что говорит о том что неисправность именно в динамике но я пожалуй их его точнее оторву потому что у меня есть веговская колонка без провода так обломки разлетелись подальше сейчас я их все соберу ну и отнесу на помойку ну а на этом видео я заканчиваю надеюсь ваши потребности в краш тестах были в какой-то степени удовлетворены потому что я теперь заделался в авито барыгу и все что плохо лежит надо продавать а не ломать но это уж совсем дровище были так что в ближайшее время краш тестов не ждите мне деньги надо